Раньше же не трогали. Честно, я говорю, раньше до села редко, ну как, заезжали в села, но сейчас одно появление уже дисциплинировано. И к вам приедет, я сказал, что и к вам приедет. Потому что в течение времени там нет. Потому что в течение времени там такие громкие. И есть отдельные два дня, буквально позавчера, машина серебряного цвета. Я позвонил в полицию в Тараклию. Сразу нашли, кто такие. Оказывается, они бесправ были. И у меня есть номера. И вчера появились опять точно такая же машина, только с другими номерами. Коскогульскими. Что-то там намечается. Мы тоже имеем там бывших сознательных граждан. Осведомители. Да. Я быстро узнаю, кто заехал, кто выехал. Но боюсь, что туда готовится. Не знаю пока. Мы, например, в Мурето вообще там не появляемся. Нет, там должен целый район пройти, что до вас. И по дороге к Блячевному-Второпиану возвращается уже длится. Ну там большого движения нет. А вот как-то Батальон-Юг мы совместно с Тараклийским группой соберем и сделаем рейд. Будем делать как чаще. Я вчера, как правильно, говорил с ребятами, Тараклийские рейшники, сразу нашли, а мы вчера останавливали. Они поставили два каких-то. Ну, назвали. По живности проблема это есть. И, к сожалению, многие люди иногда даже не сообщают. Вы знаете, какую сейчас они тактику приняли? Вот недавно говорил с Чешмагойцем, Петром Георгиевичем, курс или нет? Часто воруют в живность. Сейчас же пошли ягнята. Но понимают, если украсть много, сразу же заявят. А сейчас тактика другая. Вот им надо, вдруг, покушать или что, приходят. Одну от двух ягнят берут. Хозяин, да и хрен с ним никуда даже не обращается. Они пользуются этим. И человек говорит, спасибо, что хоть одного только ягненка забрали. Спасибо еще говорить. И никуда не заявляют. То есть кражи продолжаются. Но уже как бы такие, что человек, да, из одного ягненка пойду полискать. И говорят, затаскают с меня самого, потом по судам таскаться и так далее. То есть хитрыми стали. Воруют. Но уже вот такую тактику приняли. Я хотел спросить еще одну вещь. С паспортным режимом. Что стало? Ну что, с таким вором. Нет паспорта. Потому что есть воры, настоящие воры. И мы знаем, и они даже, мне кажется, даже не скрывают, что они. Но они работают, когда есть несколько человек, которые появились у нас. Не залетные. Они уже купили дом у нас. Все. И не прописан он. И к этому вопросу, когда поменялось законодательство и новый кодекс вступил, значит, эту статью вообще убрали. Прописка. Значит, на территории Республики Молдова, любой гражданин Республики Молдова имеет право, где хочет жить, он не должен прописываться в любом месте. Это кто, как иностранным гражданам, которые пришли, имеют визу, которые должны находиться по определенному адресу. Старые паспорта, которые были, то есть было такое, что нет паспорта, тоже протокол, если у него не было паспорта. Все это ушло. Этой статьи вообще нет. Тут как наказывать, кроме как пальчиком помахать, наверное, было... Как бы, говорю, поэтому пробелы в кодексе правонарушениях куча пробел. Помахать ни с чем, просто больно будет, и потом сам останешься виноват. Да, потому что сам останешься виноват. Насчет того, что жирности, значит, это было такое, что даже, по-моему, лет 5 назад в Чешмаке украли одного по улице, чтобы я не ошибся, где Примария, аж в конце туда. Первый год. Значит, украли у человека, забрали всех взрослых барашек и остались только ягнят. И а если оставили эти хигнят, где их два, это мои дневка, эти ягнята кричат, и вот тогда, когда пошли, он говорит, типа, ну что, прямо ни одной овцы большой, только ягнят оставили. Я говорю, что с ним будешь делать? Он говорит, почему ты ночью, ну я ночью не выходил, а город расположен прямо возле речки, а сам дом расположен на горе. Поэтому я и к чему клоню, что, значит, есть просьба и Примария, и для этих, чтобы старались эти люди ночью хотя бы закрывать возле дома. Потому что, как тот сказал, воровальники будут воровать, но надо хотя бы недавно шеф сказать, что надо замки поставить, и все, на этом что-то изменится. Просто немножко осознательность людей за своей скотиной, за своей живностью. В Корабале был, когда корову держала чуть ли не возле леса, а потом проснулся, что коровы нет. Так он вечером привел этого вора туда, пили по шокам вина, показал, что он... Поэтому, в факт того, что он... Да, не знаем точно, что он украл. Зачастую преступления делают те люди, которые знают. Потому что, если мы не знаем, где что расположено, откуда мы пойдем, будем знать. Если предприятие украли, то сторож в деле обязательно. Или сторож, или кто работает там, он знает, где что лежит. 99,9% сторож в курсе. Или сам навел, или сам еще помогал в дружине. Ну, аналогичная ситуация у нас тоже была по мусору. У нас взяли сейчас люди, значит, пишут сразу примару, вот там мусор, несанкционированная мусоросфалка, уберите. Я когда приехал на одну улицу, я говорю, ребят, вот я живу на улице Молодежной, вы живете на этой улице. Я сюда выбросил мусор. Один начал чесать голову, третий начал опускать глаза, четвертый начал отворачиваться. Я говорю, моя сейчас работа какова? Пригласить муниципальную полицию, пройтись по каждому двору и отштрафовать вас. Все, мы поняли, мы виноваты. Ну, вот берите, пожалуйста. Я вот живу по улице Икина, такая была в прошлом году, значит. Кидает все в одну кучу, никто не кидает, я не знаю, кидает тот напротив дома. Я говорю, начнем с вас. Вот вас штрафуем, потому что напротив вашего дома. Не только я. И вот тот кидал. Ну, ответите. В течение 20 минут 4 протокола составили. Ну, соответственно, часть, кто кидал, дома не было или по другой причине. И штрафы действительно большие. Они когда не сперва думают так, как бы этот, а когда идут и когда вызывают сюда и штраф 200-400 леи накладывают, ой, что там, я выкинула ведро мусора. Сегодня ты выкинула ведро мусора. У нас есть еще такие доброго граждан, которые берут пакет с мусором, идут на работу и выбрасывают его по дороге. Надо штрафовать. Сейчас законодательство, вижу, меняется, должно, не знаю, вступить в силу или нет. Насчет курения в общественных местах, насчет выбрасывания окурков. Там тоже штраф будет как мусор, там есть куча изменений, они на рассмотрении в правительстве, на рассмотрении в парламенте. Я думаю, что и курение тоже пойдет, когда выбрасывают окурок. Правда, немножко, опять же, проблема в камерах, потому что, чтобы я сказал, что он выбрасывал окурок с машиной, это проблема. Докажи мне, ты мне докажи, что это первый вопрос. Ну, все же сейчас. Все умны. Презупция невиданности, это все. Дело хорошее, конечно. Все равно, техническое оснащение, будем говорить, за последние несколько лет улучшилось. Значит, и мы имеем 12 машин из них, где нас писали 10 машин, которые в рабочем состоянии. Уделяется топливо, это тоже плюс. А, чтобы наоборот, было две и все. На секторах полиции тоже есть машины, так что... В участковом корабле машину я отдавал седьмёрку свою, по-моему, ушел эту седьмёрку, бросил, взял розыск ее. Теперь думаю, в русских тоже надо. В русских у нас один жигуль, вот этот седьмёрка, больше они не имеют. А целая служба, 9 человек с одними жигулями, это очень большая проблема. Они вообще не имеют машины. Самые старые, которые на одном колесе. Есть две машины, к нас писание, я думаю, что обещаю, что помогут. И какую-то еще одну машину может в ближайшем будущем. Ну, не новую, потому что нет денег приобретать. Какую-то, может, небольшой износ имеет на... Я заставляю его бегать, и я на своей, то отец забрал, то дядь, этот зять забрал, то не знаю что. И когда проблема, на одной машине катается человек, дайте машину. Мотоцикл давай, и саппер, и педарку, и самокат. Нет, внутри, когда даем, вот здесь, я сбегаю с этим током, сидим на биноклях только. Ясно. Миша, у тебя что-то есть, по твоей линии? И раз, Валерий Петрович, тут, и здесь, я слышал, там, так называют, что ставили, хотите устанавливать этих, не знаю, что полицейских, там, нехто согласовывать. Есть профмаги, имею в виду, что если что, надо согласовывать, чтобы потом не возникали. Да, да, пока нет финансов, за что будем ставить? У нас сейчас указание, есть и письмо с управления финансов, все деньги направлять. Услуги, питание детей и заработная плата. А вот эти все, я понимаю, я тоже много я хочу по-моему устроить. Уже стараемся сделать своими силами, что можно сделать. А что нельзя, это направить финансы, когда мы имеем долг за свет или за газ. Извините меня. Подождем, хорошие. Будут. Скоро. Скоро. Все, спасибо. Все, две программы. Продолжение следует.